Поводи! Смертвы, смертвы, смертвы поправ, песочего грамя живут дарома. Господи, благослови наши занятия по Слову Твоему. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Слов Твоих. Примусь с нами в этот вечер, хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к Ефесянам, Святого Апостола Павла, 4 глава, 26 стих. Гневаясь, не согрешайте. Тонца, да не зайдет во гневе ваше. Полкование. Сказав, не угите, потом, так как от лжи часто происходит гнев, он говорит, хорошо было бы совсем не гневаться. Но если случится, то, по крайней мере, не доводите себя до греха, неумеренно предаваясь гневу. А некоторые говорят, что один только есть безгрешный гнев, именно против демонов и страстей, который и предлагает нам здесь Святой Апостол. Да не остается, говорит, в тебе надолго это чувство, и пусть не оставляет вас врагами заходящее солнце, дабы свет его не осиял вас недостойными, и чтобы ночь еще более не разожглась его огня посредством помыслов и не способствовала возникновению злых умыслов. Вопросы? Ну, вот тут толкование как-то прям. А некоторые говорят, что один только есть безгрешный гнев, именно против демонов и страстей, которые предлагает нам здесь Святой Апостол. Тут надо поставить точку, и далее как бы уже другой смысл. Да не остается, говорит, в тебе надолго это чувство. То есть впереди гнев праведный, против демонов, а здесь уже про другое говорится. То есть чувство не против демонов, а против ближнего твоего. А то так получается, что да не остается тебе надолго гнев против демонов. Против демонов то, как против них всегда нужно гневаться и не допускать их к себе, не на шаг. Да, бодрствовать постоянно. Чуть веснула, вот уже и растала, и он завладел тобой. Правильно я имею в виду, понимаешь? Да. Слава Богу. Ян Златоуст говорит, что если бы этого чувства было не от Бога, его бы не было. Иначе человек превратился бы в тряпку. И поэтому мы считаем, Иисус возгрев с гневом, скорбя о Божьем защищении сердца их. Когда он спросил, что в субботу делать, добро или зло, и они молчали. И возгрел на них с гневом. Третья глава Марк пишет. Мне одна спорила, Христос никогда не гневался. Я говорю, откуда ты знаешь? Ну как он мог гневаться? Ну вот я считаю, она сразу остановилась, и все сразу. Может перевод неправильный? А ни одного слова, кроме русского, даже русский-то не знает. Сразу за перевод брать, все правильно переведенный. А если нет у тебя... Павел, когда разговаривал с гонителями своими, он же тоже чувства показывал. Так что надо просто определиться, не так, что все время там гневается, а определенный гнев и ересь. И поэтому ты должен высказаться, чтобы, говорится, огонь горел. Так, ну что, продолжим тогда. Ефесянам 4, 27. И не давайте место дьяволу. Толкование. Рождавать друг с другом, значит давать место дьяволу. Ибо до тех пор, пока мы соединены, и сплочены, он ничего не приносит своего. Так как не находит место. Когда же заметит какой-либо раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается и всем своим извивающимся телом. Аплодислав, микрофончик отключите, пожалуйста. Ефесянам 4, 28. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Толкование. Видишь, какие члены у ветхого человека, двоеточие. Ложь, злопамятство, воровство. И не сказал, да не будет наказан крадущий, но да отстанет, говорит, от этого зла. Либо то дело внешних судилищ, а это учение Христово. Где же так называемые катары чистые, а на самом деле исполненные всякой нечистоты, отвергающие покаяние? Пусть они услышат, что снять с себя позорное имя значит не отстать только от греха, но и делать нечто доброе. Ибо послушай, что говорит далее. Ибо недостаточно отстать от греха, а нужно вступить на противоположный ему путь добра. Прежде он делал зло, теперь пусть совершает добро. И не просто, а с усилием, чтобы с одной стороны сокрушить тело, которое прежде вследствие бездействия навыкло козлу, а с другой, чтобы в достаточном количестве иметь способы к жизни и продовольствию, дабы уделять и другим. И дабы тот, кто прежде других обирал, теперь благотворил другим. Чудное дело! Евангелие превращает в ангелов чуть не демонов. И на это место Игнать Тихо-Челаткин дает комментарий. Нет более результативной книги на земле, на счету которой миллионы спасенных. И что бы ни сказал человек самого возвышенного, о друге, о родине, об отце с матерью, все это применимо к Евангелию. Евангелие не только воскрешает умерших и из зверей делает людей, но Евангелие превращает в ангелов чуть не демонов. Такие слова может сказать тот, кто испытал на себе благотворное влияние благой вести, а умершим за его грехи Иисусе Христе. Евангелие, то есть благая, добрая весть, известие о том, о чем тоскует душа днем и ночью, ища утешения. Святой Серапион, чтобы одеть нищего, снял с себя последнюю одежду. И когда его спросили, кто раздел тебя, он, прижимая к себе дрожащими руками Евангелие, показал на него, это оно сняло с меня последнюю одежду. И такую чудную книгу, источник воды живой, богооткровения живого Создателя сумели спрятать и сделать как бы не существующий. Господи, дай любовь к Евангелию Твоему православным священникам. Евангелие превращает в ангелов чуть не демонов. Слово сказать, вот это место, Ефесянам 4, 28, еще раз напомню, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, дабы было, из чего убирать нуждающимся. Я эту цитату выставил у себя, есть такая соцсеть, в ВКонтакте. А после чего? Мне предложили заработок в интернете. Ну, там кто-то, что-то с пирамидой связано, или с выигрышами какими-то, какая-то махинация. И я им ответил вот этой цитатой. И своими руками надо трудиться, они за счет там пирамиды создавали, чтобы других там заманывать эти сети. И они меня заблокировали, навечно причем, и пришлось новую страницу задавать. И все контакты потерялось, все, да бог с ними. Вопросы по этому стекую. У кого есть? Игорь Тихонович, может, вы что-то добавите сюда? Добавить сюда нужно жизнь свою. И ежедневно этим заниматься. И тогда при жизни увидишь радость, какие плоды будут расти. Если человек этими занимается, видит других, ему только учат. Говорит грешный, многогрешный, супергрешный. И ничего он не может больше сказать, этот человек-то. Когда он видит, где-то новые души обращаются, у него легион вокруг него крутится. Он начинает подыскиваться, это не так вот приняли люди, не так это такие. Ну, в православной церкви эти люди, а ему разницы никакой нету. Потому что он, я никому никогда в жизни не сказал, а вы всем говорите. И дальше начинается поношение. У меня тут несколько человек попадались такие. Ну, и кончилось ничем. Пришлось их в соответствующее место занести. Евангелие превратило бы тебя в дружественного к другим. А он только одно, чтобы никто не говорил. Глушитель в демонов превратились. Если Евангелие превращает в ангелов, Евангелие, чуть не демонов, то незнание Евангелия, жизнь не по Евангелию, из ангелов делает демонов. Наоборот. Вот что еще нужно сказать к этому. И они не по Евангелию жили, из ангелов превратились в демонов, пали на землю. Ну, а тут, говорит, разные домовые, как один пишет, ну, которые домовые, они, живя среди людей, маленько пообмякли, говорит, нет, банники есть в бане там везде, болотные, кикимеры, лешие, это все демоны. Отошел. Ефесянам 4, 29. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Полкование. Гнилым называют слово праздное, безрассудное, неуместное, каковы шутка и пустословие. Но еще более гнилое, так сказать, зловонно, срамословие, брань и клевета. Ибо не за дело только, но и за слова дадим ответ. То есть будем говорить то, что назидает ближнего. Потребно в предлежащей нужде. И не безвременно и бесполезно, дабы слушающие остались нам благодарными. Потому что, если мы будем говорить душеполезное, то слушающие, как получившие пользу, будут благодарны. Или, чтобы слово ваше, говорит, сделало их облагодатствованными. Ибо, как мира подает благодать получающим его, так точно и душеполезное слово. Видишь ли, как Павел к чему убеждает всегда, о том и теперь просит нас, чтобы мы назидали ближнего, то есть самих себя. Ибо тот, кто советует душеполезное другому, конечно, гораздо прежде то делает самому себе. Вопросы? Христианам 4.30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Толкование. Если ты, говорит, скажешь слово гнилое и недостойное уст христианина, не человека ты оскорбишь, но Духа Божия, которым ты облагодетельствован и которым освящены твои уста. Затем указывает, чем мы облагодетельствованы. Ибо Дух запечатлел нас в показания, что мы принадлежим к царскому стаду. Не оставил Он нас в числе повинных гневу Божию, но изъял от них и печать наложил, чтобы избавить от всего гнева. Не успелимся ли после этого оскорблять Его? Твои уста запечатлены Духом, чтобы не говорить тебе ничего недостойного Его. Не отрешай всей печати. Вопросы? Офесянам 4, 31. Всякое раздражение, ярость и гнев и крик и злоречия со всякою злобою да будут удалены от вас толкования. Хотя и тем, что выше сказано Он отверг гнев, то теперь как бы с корнем его вырывает, потому что раздражение, то есть суровость, есть корень ярости и гнева. Ибо когда горькая жидкость, желчь бывает раздражена, она выступает из заключающего ее сосуда, разливается по всему телу и делает человека зверем. и так раздражение есть внутренняя испорченность, лукавство, подготовка к злодеянию, а ярость есть начало гнева, как бы некоторое воспламенение. Гнев же такое состояние, когда он переходит в действие, а так как гнев, если не сопровождается криком, разжигающим него, быстро угасает, то апостол говорит, и крик да будет удален от вас, то есть пусть исчезнет и не останется никакого следа, ибо крик это корень, а гнев садник, задержи коня, и ты не звер садника. А ты не так же и злоречие, то есть злословие, которое хотя порождается гневом, но само еще более его разжигает посредством крика. Но так как много бывает людей тайно уязвляющих, которые ничего не говорят, но тайным образом причиняют бред, которые выжидают незаметно из-за угла причинить зло, посему он присовокупил со всякою злобою, то есть и с малой, и с большой. вопросом. Там конь, а вы прочитали корень. Конь. Я корень, первый раз конь, второй раз корень, но ошибся, простите. Крик это конь, да, а гнев всадник. Задержи коня, и ты не звер к всаднику. Так, вопросы у кого-нибудь есть? Так. Ефесянам 4.32 4.32 Но будьте друг к другу добрым, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Полкование. Так, как недостаточно только удерживаться от зла для получения царствия, но нужно и делать добро, ибо если мы будем пренебрегать деланием добра, то попадем в гиену, если даже и не сделаем зла. Как это видно из многих мест Евангелия. Матфея 3.10 Посему Павел, отвергая дурное, склоняет к деланию добра и говорит «Будьте добрым!» Противоположность гневу, сострадательным, противоположной жестокости. Прощайте друг другу, то есть бывайте снисходительнее и прощайте согрешающих против вас, противоположность злобе и злословию. Так, как пример гораздо убедительнее, то он и представляет в образец Бога. Он мог даже указать на то, что Бог сказал «Прощайте и прощены будете» Лука 6.37 Но так как многие сомневаются в будущем, то он указывает на то, что совершилось, говоря «Бог простил нам». Каким образом? Во Христе, то есть с опасностью для Сына Своего и даже закланием Его. Ты может быть прощаешь безопасности для тебя, а он не так. Ты прощаешь брату своему, а он отпустил и простил тебе, когда ты был врагом. Заметь также, как он вместо того, чтобы сказать «Прощайте друг другу», сказал себе самим, показывая, что когда мы прощаем друг другу, этим самым и себе заслуживаем милость. Вопросы? Где они добра, что относится здесь, как понимать, добро? Вот человек стоит на паркерте нищей, подают, он же голодный, добро, не добро или как? Ну, добродетели покажи рассудительность написано. Вот. С одной стороны кажется, что добро, с другой стороны мы попускаем, могут унеядствовать, может он ленивый, логовый, работать не хочет. подойди, расспроси, я подходил, спрашивал, обеседовал с этими людьми. Очень много мошенников, которые ходят просто попрошайничают и таких большинство, если не все, я сейчас не могу даже вспомнить, чтобы кто-то действительно нуждался, мне такие не попадают. В основном попрошайки одни и те же, попрошайки, алкаши. Ну, я не беру, которые знакомые мне братья нуждаются, конечно, я там окажу милость и подам. А вот то, что незнакомые, надо быть бдительным рассудительным. Еще вопрос от другого исходя. Ну, тогда стопроцентное какое добро, чтобы в царство небесное попасть? Люди понимают, что надо делать добро, и патриарх говорит постоянно, делайте добро, делайте добро. Ну, а какое добро-то он не говорит, делайте. А вот какое нужно, такое добро, чтобы прям сто процентов Господь узрел тебя? Ну, напротив добра есть зло, напротив зла есть добро. И затоусту впереди мы считали, кто крал, это зло, понятно. Впредь не кради, а работать своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Понятно. Вот ты чужое себе присваивал, а сейчас свое отдаешь. То есть противовес. Далее, кто пролюбодействовал, блудил, воздерживался от жены, кто пил, воздерживался даже от воды. То есть противовес. Вот это и будет твое добро. А не так, что я грешный, супергрешный, ручки сложил, икону ободнул, грехи сдал, и дальше пошел куроресить. Мама опять у меня на исповедь сегодня. Прости меня, сынок, я на исповедь. Я говорю, что, мама, она куроресила опять? Ну, нет, нас батюшка заставляет чаще исповедовать и чаще прочищайтесь. Я говорю, ну, а ты, говорю, что за собой-то чувствуешь? Ну, нет, нам надо так, как без исповеди до причастия не допустить. То есть это вот у них уже занаряжено вот это вот. И все, и вот. Вроде и... А вот можно наивысшим добром считать, если ты грешника наставляешь на путь истинный и показываешь ему правильный путь. Ну, допустим, Евангелие. Вот, показал ты ему Евангелие человеку. Ну, правда, читать, как заставить, непонятно. Но вот, если ты показал человеку Евангелие, дал это Евангелие или Библию, или побеседовал с ним. Это путь к добру, это путь к Царству Небесному, или... Ну, вот Христос в 28 главе Матфея в конце говорит, идите, научите все народы крестяек во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это только к апостолам. Ну, апостолы пошли, научили, и все, а мы теперь, как вот ты хорошо сказал, ручки сложили, многогрешные, грешные будем каяться. Мы же не апостолы. Мы кого можем научить? Мы же придурки все. ничего не знаем, грешники. Ну, безусловно, раздача Евангелия это труд, который, даже, можно сказать, выше апостольского труда. Это что, сказали, и все там... А тут уже остается Евангелие, он может в любой момент обратиться к нему, про честь и обратиться. А там читают, не читают, как бы, Бог нам уже сеющий и поливающий ничто. Все, Бог возвращающий. То есть, это, Бог эту прерогативу взращивать, наши посеянные семена берет на себя. Вот. наше дело сеять. И, если даже плодов ты при жизни не видишь, награды тебе больше будет. Михаил говорит, пусть будет мне в этой жизни меньше награды, но, вернее, там будет меньше награды в той жизни, но я в этой жизни, лишь бы вы только обратились. И поэтому, когда видишь благодарные лица, которые берут Евангелие и обращаются, и становятся членами православной церкви, конечно, душа радуется, что говорить. Это высшая добродетель. Но, к сожалению, православные не научены этому. Сектанты, они ели как-то их это научили, сумели, а православие даже, даже. Мы вот к маме в храм принесли пачку Евангелий для раздачи. И мама, вот-вот мы все уже ни одного нету. Как? Вышли на улицу и раздали? Да нет, по своим разобрали. И где? Дома? у каждого лежит все. За ласты, застежка, в шкафчики положили, и все, оно как талисман или как оберег лишний лежит, и все. И все. Тут у меня увидел вот эти маленькие карманы. Отдай мне. Я говорю, а зачем тебе? Ну, и не может. Что, ты пойдешь на улицу раздавать? Нет. Ну, а зачем ты? Ну, как? И все. То есть у них даже это, ну, никак. Никак. на занятия вот пройти вот пять минут к сыну нет, не пойдет. А в храм ходит чуть ли не каждый день. Что они там делают? Я не знаю. И батюшка начальник миссионерского отдела, и а какие добрые дела? Вот спроси, а ну, как вот он, и, конечно, говорит. Чем я могу быть полезен? Ну, ты ходишь, мой, ну, что тебе еще надо? Вот. Вот и Андрюсенко я тоже послушал с этим и двумя священниками. Он тоже душа скорбит, что вот и батюшке ничего не надо, и народу тоже ничего не надо. А он привык к добродетельной жизни жить. И уже у него пошел перекос. Уже сомнения пошли, что разве это православная церковь, где нет добродетели? Где нет добрых дел? Действительно. Ну, и поэтому вопросы такие, а какие добрые дела делать? Про злые дела ты не спрашиваешь, какие делать. Каждый раз идешь на исповедь и находишь эти злые дела и каешься в них. Молись, и Господь откроет, какие добрые дела делать. Ну, а вот вы Евангелие раздаете, и чаще всего какие Евангелия попадаются? Православные или иных конфессий, динаминаций, выпуск? Конечно, иных конфессий, но слово это не не я, я, юридики издают Евангелие. Православные только вот одно издание вот это вот благозвонится. Красный, крупный шрифт, хороший. Вот. Не знаю почему-то. У меня даже подозрение, что там написано по благословению патриарха. Может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что патриарха там особо и не спрашивали. Или издал какой-то тоже простирост или конфессии какой-то диссидент. Так, вопросы? Сережа, небольшое слово. Я вчера разослал всем материал, который называется «Священство может обрести настоящее раскаяние». Ты получал? Да, я читал. Ты просчитал? Это нужно отпечатать как-то бы, хотя бы несколько экземпляров и священникам раздать. Они не знают, в чем каяться. Им надо это дать обязательно. А относительно того, что добро дело, добро дело, да еще как делать? Вопрос. Я читал такой рассказ. Попался царь, ну, как князь Игорь, в яме сидит, а слуга пробрался ночью, часового то ли устранил или как, и туда шест опустил ему и говорит, царь, поднимайся. Царь только подошел, он говорит, а я хорошее дело делаю. Он говорит, ну, конечно, хорошее, это я тебя благодарю. Он только ухватился за шест, я еще раз прошу царя, а хорошее дело я делаю. Ну, конечно, хорошее, ну, как же. Пока он долез доверху-то, руками ухватился уже, за последнее отворило, вылазите. А он еще раз спросил, так хорошее дело делаю. Он говорит, стража, помогите. Стража прибежала, стража, так ты же уже вылез. Вылез, я тут сижу, за меня выкуп дадут, я выйду. А ты меня пока вытащил, уже у меня, говорит, уморил. Мне, не дойти было бы, он уморил бы меня до дому-то. Вот и доброе это дело сделал, да и забудь. А хорошее дело делаю, хорошее. И вот это священникам, два вопроса я взял из своих книг. Какое у них покаяние, там перечисляет 78, кажется, грехов, какие им надуманные, а то кается, мастит и уголовник, никакой это не священник. Вот первое, которое им составлено покаяние, он и прелюбодеяние, ну все грехи, каюсь, 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 то есть, ну если нету этого, зачем каясь, ты врешь, стоишь, ты наисповед, ты зачем пришел? Ну сказал бы, Бог меня хранил от этого, благодарю Бога, больше у меня этого нет. Тогда было так вот, ну иначе Богу-то радостно услышать от нас. Мы на исповедь приходим, не только то, чтобы исповедовать грехи, но исповедовать свое сердце, измененное, и чтобы исповедующий нас порадовался, что не напрасный труд. Это одно и то же. Священник иной раз говорит, после исповеди хочется скорее пойти под душ или в баню, отпариться. Какие грехи рассказывают, да какие же это верующие-то? А далее мы ставим то, что ни одного священника нет. Это наш материал, наш, вот который говорит, в чем должны каяться священникам? И 24 пункта, в которых повинны практически почти все. 99,9 вот надо или просчитать его здесь на занятиях, оно у меня здесь, если выберешь время, я могу засчитать, в чем ему каяться надо? Как считаешь? По теме? Я не знаю. Надо нам знать, в чем священникам надо. Да, я думаю, надо, кто же ему Нет. Ну, как же так? Я следал тебе, ты знаешь, сколько здесь? Это, сейчас я скажу, 34 страницы. Ну, это крупным шрифтом, то другое. Я их разложил, так, чтобы легко можно было читать. Очень легко. И теперь вот в чем они должны каяться? Вопрос 1412, пятый том открытым оком. Нас исповедуют священники, мне вопрос задают. И как оказывается, почти везде они спрашивают об одних и тех же грехах. Что это? У них есть на это какие-то инструкции, чтобы разузнавать, что и почем. А их кто исповедует? Этот их главный поп, он их расспрашивает только о таких же главных грубых грехах, как и они нас? Или они все же он в глуху копает? Но почему же тогда ничего не меняется? Какие они были безмолвные, отчужденные от народа? Такие же остаются почему-то. Это мне вопрос дают. Я за капель в университете стою. Ответ. Есть специальные вопросники, о чем же священник должен позаботиться? В чем утопают их паршивые овцы? Он-то отвечает не за себя, так он пастух. Должен быть дух Божий на молитве, чтобы совесть судила за грехи, а не так, чтобы перечесть и сдать грехи батюшке и по новой, на новые подвиги ревности. Нарушая посты, говорят, я потом покаюсь, батюшка снимет грех. Это языческое представление о спасении. Тут индульгенциями не торгует Бог. Для священника опять другой гостиниц в кавычках, ибо с них будет более строгое взыскание. И вот гостиниц Премудрость Соломона 6.8 Начальствующим предстоит строгое испытание. И вот мы создали пособие для исповеди современному священнику. Некоторые распространенные грехи священнослужителей, некоторые. Первое. Он должен на исповеди сказать это. Крещен неправильно. В состоянии неверия и проведения мокрой ладонью по голове. Я поп не крещеный, как у Лескова есть такой рассказ. Как поехали крестить ребенка, заблудились. И вернулась, она не сказала, что в соседнюю деревню не доехали. Заблудились. А ей боязно было. А он потом стал священником. А потом-то уже она на исповеди сказала, и поп-то ее исповедует, а он сам не крещеный. Так давай спрашивать, какая была погода. И на него хоть одна снежинка упала. Да, конечно, упала. Все. А Моисей в облаке провел. И вот некрещеный поп теперь крещеным стал. И далее. Он должен каяться. И когда узнал, что я являюсь не крещеным, а только моченым, это он на исповеди должен священник говорить, то ничего не предпринял, чтобы исправить положение, принять правильное по апостольскому 50-му правилу крещения с троекратным полным погружением в воде. И то, что я уже был священником, это немало не должно было мне препятствовать совершить правильное это священное таинство. Каюсь за свое малодушие и лукавые оговорки, что будто бы и такое крещение в кавычках было равноспасительным и правильным. Этими словами я самооправдывался, указывая на это нужду и стесненные обстоятельства. Хотя я знал написанного Марка 16-16 это она исповедь должен говорить кто будет веровать и креститься спасен будет, а кто не будет веровать осужден будет. И апостольское правило 50-е если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения единого тайного действия, но одно погружение даваемое в смерть Господню да будет извержен. Ибо не говорил Господь смерть мою крестите, но идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это один грех. Второй он должен о их исповедании какой-то там более такой уже маститый еромонах старый там схемонах один в епархии и они во время поста приезжают у них собрание там потом идут на исповедь. Второе он должен говорить на исповеди рукоположен будучи неверующим во Христа по Евангелию может быть ради корысти легкого заработка почести ради почета ради легкой безбедной жизни. Батюшка с одним-то разговаривает ты говоришь теперь диакон надо Евангелие что-то а что-то такое да это же Евангелие он не знает не считал с Украины приехал а зачем же ты с попом-то хочешь стать-то гроши заробите гроши 1 Петра 5.2 Пасите Божие стадо которое у вас надзирая за ним непринужденно но охотно и богоугодно не для гнусной корысти но из усердия Иеремия 6.13 Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти и от пророка до священника все действуют лживо ничего не зная об истинном назначении священства по великому неразумию и даже по безумию своему и по дерзости окаянной принял этот я священный сан и творил все вопреки истинному назначению сана как теперь я отвечу за столь великую порчу виноградника Божия ибо священник есть пастырь пастух а церковь есть его виноградник о как велик гнев его на негодных рабов Иеремия 12.10 множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой любимый участок мой сделали пустую степью Захария 11.17 горе негодному пастуху оставляющему стада меч на руку его и на правый глаз его рука его совершенно иссохнет и правый глаз его совершенно потускнеет правый не левый потому что и стрелять не сможет каюсь я в этом виноват он должен сказать в этом то виноват 3.10 имел препятствия для рукоположения то есть уже после крещения меня маленького крестили хотя бы оно было в младенчестве были совершены у меня смертные грехи разные виды блуда убийство колдовство несмотря на то что апостольские правила и соборы запрещают рукоположение таковых и священный сан не должно было принимать даже если благословляет духовник и епископ 1.10 не должен быть из новообращенных чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних чтобы не впасть в нарекания и в сеть дьявольскую Матфея 23.2 и сказал на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи рукоположен я в диаконы был до 25 лет каюсь нечестивый я в священнике до 30-летнего возраста что есть преступление против канонов 6-й вселенский собор 14-15 правило вот только в трех пунктах покаялся а их 24 4-й каюсь что жену обрученную мне взял не девственницу или артистку что ставило мне препятствие стать священнослужителем апостольское правило 18-19 феофила 4 левит 21-13-14 в жену он должен брать девицу вдову или отверженную или опороченную или блудницу не должен он брать но девицу из народа свою должен он брать жену 5-е нарушение священнической присяги служение непосвященному писанию книги правил став священником будучи сам невозрожденным духовно не имел горячей и ревностной веры во Христа готовности на любую жертву только бы угодить спасителю Христу от этого и других не смог зажечь этой веры не проповедовал всем и каждому о спасении во Христе так как сам не был утвержден в этом не ревновал о том чтобы в церкви было служение на родном на разговорном на понятном всем языке оттого и народ погибает в невежестве что ничего не понимает а за спасение считает присутствие на богослужениях и чтобы только отстоять службу и я сам очень не понимаю церковно-славянского языка каюсь а все время думал грешник и другим говорил что понимаю его и эту ложь очень я повторял всю жизнь бессовестно лгал себе и другим разреши меня от этого греха 1 Коринстам 14-19 но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим чтобы и других наставить нежели тьму слов на незнакомом языке Лука 11-44 горе вам книжники и парисеи лицемеры что вы как гробы скрытые над которыми люди ходят и не знают того 6 пункт очень не было у меня горящей любви к чтению изучения слова Божия и Святой Библии от этого и других я не смог приучить искать ответа на духовные вопросы в Священном Писании не научил людей ставить во главу угла Святую Библию Господи Господи прости меня за православное учение считал то что основано не на Слове Божьем и не написанных Писаниях Святых Отцов авторитет священника и епископа поставил выше Священного Писания о горе мне Иоанн 11 10 кто ходит ночью спотыкается потому что нет света с ним 2 Петра 1.19 и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращайтесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших Исайя 8.20 обращайтесь к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света Еремея 14.18 выхожу я на поле и вот убитые мечом вхожу в город и вот истоевающие от голода даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно это я один из них отче прости меня и седьмое отрицал необходимость и важность знания и изучения всей Библии считая что Ветхий Завет современному христианину считать не обязательно что я наделал мои прихожане совсем Библию не знают а они питали меня дармоеда Иоанна 5.39 исследуйте Писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную а они Писание свидетельствуют о мне 1 Тимофея 4.16 вникай в себя и в учения занимайся с ним постоянно ибо так поступай из себя спасешь и слушай ищих тебя 2 Тимофея 3.16 все Писание будет ухновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности я очень не знал этого я не считал что теперь со мной будет как посмотрит Господь многие умерли неправильно наставленные мной неправильно крещеные о горе мне вот 7 пунктов пока их 24 а теперь задание занятия продолжай это надо распечатать батюшкам дать обязательно вторую часть вторую вот эту вот которую я считал там 2 части так Писание 4.32 но будьте друг к другу добры сострадательные прощайте друг друга как и Бог во Христе простил вас полкование так как недостаточно только удерживаться от зла для получения царствия но нужно и делать добро ибо если мы будем пренебрегать деланием добра то попадем в гиену если даже и не сделаем зла как это видно из многих мест Евангелия так это я по-моему прочитал уже да эфесянам 5.1 вот так подражайте Богу как чадо возлюбленное окование как Господь возлюбил тебя так и ты люби брата и подражай Богу по возможности и нельзя здесь отказываться бедностью и говорить если отпущу то потерплю убыток но прощай согрешающим ударом и без издержек и ты уже получил великую выгоду то есть стал подражать Богу потом указывает и на другую причину более благородную как чадо возлюбленное то есть и другую необходимость вы имеете подражать отцу вашему и так как не все дети подражают своему отцу кто прибавил возлюбленные потому что таковые подражают отцам вопросы эфесянам 5.2 и живите в любви как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу в благоухание приятное толкование вот и основание всего потому что когда есть любовь тогда не будет ни крика ни ярости ни злословия но все это будет уничтожено посему он и подставил главнейшее в конце научает также и тому отчего мы стали чадами Божьими именно от любви поэтому мы должны прищись о ней как об источнике божественного усыновления подобно тому как мы в болезни получив пользу от какого нибудь лекарства даже самое название этого лекарства уважаем так точно и любовь мы должны ценить ибо вследствие ее Господь предал себя за нас но Он предал себя за врагов а ты будешь прощать друзей посему ты тогда действительно будешь подожать Христу когда будешь делать добро врагам ибо тогда только сохранить свое значение слово как умереть за врагов вот жертва и благоухание приятное чем и стал Христос приняв смерть за нас врагов вот это и значит подражать Богу вопросом предал нужно говорить не предал а предал предал это другое значение а так предал как приложил как бы предал конечно предал предал и предал какая разница предал через лизы не о предательстве речь конечно Ефесянам 5.3 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святые толкования Сказав о суровой страсти, гневе, перешел к меньшему злу, похоти Как и законодатель, сказав не убить, что относится к гневу, затем постановил не прелюбодействуй, что относится к похоти Ибо как горечь, крик и злословие есть проявление гнева, так блуд, нечистота и лихаимство происходят от похоти Ибо по тому же самому и деньги любили и тело Итак, пусть об этом даже и речи не будет у вас, но всецело будьте чисты, потому что слова пролагают путь к делам Посему, если вы святы, то и язык ваш да будет свят Прибавляет и следующее Я вот хотел, о чем сказать Здесь идет речь о гневе, суровая страсть, гнев И вот у нас сейчас главный праздник стал уже, даже, наверное, не Новый год Ну, во всяком случае сравнялся, а 9 мая, вот эта победа великая, в которой было пролито столько крови Да и революцию тоже прославляли не меньше ранее Вот у нас как-то в стране любят все прославлять, ну, может быть, и по всей земле так, не могу сказать Где пролилась кровь И люди в этом участвуют Мне кажется, что настоящий христианин, он не должен в этой суровой страсти погрязать Победа эта великая и так далее Нужно вспоминать жертвы, которые были там И эти жертвы должны быть не напрасны То есть Господь допустил все эти смерти Попустил А если Господь попустил, значит, это было для чего-то Нужно вот эти все войны, вот эти страсти гнева, которые вылились в такое смертоубийство Нужно их обращать на доброе, на благое То есть людей вести, подводить ко Христу Что Господь прогневался, люди были убиты для того, чтобы потом они еще больше любили Господа И боялись его Первое написано Венец всего, страх Божий И начало всего, страх Божий Ну вот так? Нет? Ну так-то, вот так Ну вот, видишь Победа это Вот так Открыл сам А это потерял Ну теперь все уже Только останавливать Записи никакой нету Взявший меч, отмечая Победа, взявший не только взявший нападать, но и взявший отражать А сегодня уже открыто везде, говорят, что Россия готовилась напасть Нет, это вот Великая Отечественная война умалчивает Да, и Ленин когда-то был дедушка хороший, октября там мы были, ходили на демонстрации, все открылось Может быть пройдет какие-то там одно, два, три поколения и уже не такой будет этот великий праздник Так же будем сквозь Библию смотреть, если оно все это Златоуст говорит, да хорошо, конечно, когда победить врага, враг повержен и так далее Но еще лучше, если враг станет другом А еще выше, если он станет братом твоим во Христе Выше этого вообще нету ничего Это, я к тому, что показывают документальный фильм о после войны уже, там, встрече ветеранов И сделали так, что немцев, которые бились за Мамаев курган, привезли туда И вот они встречаются с теми людьми, это был давнешний еще фильм, тогда было много ветеранов живо Но уже старики встречаются с теми, кто этот Мамаев курган захватывал, когда освобождали эти территории И вот они стоят и обнимаются друг с другом Немецкие вот эти вот солдаты, бывшие фашисты И вот наши советские, бывшие тоже, уже россияне И плачут, вспоминают, как они друг друга зубами прям рвали И говорят, а зачем мы все это делали? И это ты отличный, Леша, парень И ты, Ганс, тоже прекрасный И они стали друзьями, как братья И один к другому в гости ездили, пока русский не помер Да как Победа Вот это Гансу Мамадиму приезжает даже к этому Ну сейчас, не знаю, приезжает уже, нет, стали было Вот так У нас тут с 5 по 10 мая будет провокламная ярмарка во дворце спорта И объявление подъезда Будет продаваться духовная литература Вот у меня мысль, может быть, Игорь Атеханович, ваши книги-то там выставить на этой ярмарке Или просто походить в визитки, пораздувать в Благоверство Такая благоприятная обстановка Подумать надо С 5 по 10 мая дворец спорта Вход в свагон из 10, по-моему, до вечера Так, вопрос по коллегам Кому не вмещается это небесное учение, задавайте вопросы Валерий, мы микрофон у вас включили Извини, 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 пожалуйста Если нам, то по теме Если нам с собой, то тогда выключайте микрофон Сергей, это Роман А вы объявление сейчас сделали, да, какое-то? Ну, я тем, кто живет близ Барнаула У нас в Барнауле будет православная ярмарка Где будут наряду с торговой всяких Там, главное, пишут ювелирные украшения Будут на этой ярмарке продавать А я у меня сразу место включаю Да будет вашим украшением не внешнее плетение волос Не нарядность водяния, не жемчуга А тут православная ярмарка И будут продаваться ювелирные украшения Ну, как-то Ну, и духовная литература Вот У меня мысль такая возникла Почему бы нам там не поблаговествовать? По поводу благовестия Вот Очень хорошо благовествовать Для меня, я понял На книжных ярмарках Тоже вот Ну, которые особенно на улице проходят То есть, где Ну, как бы Не нужно там за место платить То есть Есть такие даже там Вот Как называется Места Как бы Где Кладут книжки Как открытая библиотека Берут открытую И кладут открытую И вот тоже Я выставил там книжки И так Встал в сторонку Смотрю Люди подходят Берут А когда берут Смотрят Я подхожу Тут же сразу Говорю А может вам еще нужно Кому-то еще там дать И начинается тоже разговор Тоже интересный На книжных ярмарках У нас это Много лет назад Тоже вот Мы на площади Сахарова стояли С книгами Мы там просто продавали книги И мы тоже стояли Ну, много Сколько лет Сейчас побоюсь сказать Ну, было Потом эту ярмарку убрали И И листали Сейчас вот Вот А сейчас вот Опять можно возобновить Как раз Вот они Проводят Да И на вокзале Тоже у нас Есть такая Не знаю Как она называется Да То есть Любой может положить Свою книгу Любой может взять То есть Открытая библиотека Бесплатная И тоже туда Евангелие Ложим И разбираем Здорово Разбираем Так что Опыта в этом есть Надо просто Делать Не забывать Да Но Я такие вот Открытые Как бы Все равно Немножко опасаюсь В каком смысле Что Ну, мало ли Кому попадется Да Там Ну, хотелось бы Чтобы адресно Попалось тем людям Которым действительно Это нужно И поэтому я стоял Действительно На сторонке И смотрел Ну, и одновременно Другим раздавал Потому что А ярмарки Людей много Проходят Они тут ходят И гуляют Вот И смотрю там На полочку Кто подходит Берут А они яркие Красные Вот если Вот эти Святой Евангелие Заметно сразу Что их берут Вот Вот так То есть Стараюсь не оставлять Очень редко Оставляю Так чтобы Оставил и ушел Потому что Я заберу Я заберу Чтобы никто Никому не досталось Вот так Вот может даже Такое быть Поэтому Осторожно Продолжим Ефесянам 5.2 И живите В любви Толкование 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 Неприлич Нам Но если Желаешь Говорить Что-нибудь Так пусть Всякое Слово Твое Будет Благодарением Если Ты Приучишься К Благодарению То Припомнишь Кем Ты Был И Что Стал И Будешь Скорбеть О Твоей Преступности И Узумляться Тому Кто Удостоил Тебя Таких Благ И Найдешь Неудобным Говорить Что-нибудь Другое Ибо Настоящее Время Не Время Смеха И Шутки Но Скорби И Борьбы Враг Ходит Около Скрыжища Зубами На Тебя А ты Забавляешься И Шутишь Тебе Трудно Одолеть Его И Тогда Когда Ты Храбро С ним Сражаешься Не Гораздо Либолее Когда Ты Предаешься Забаве Что Ж Такое Шутник Это Человек Легкомысленный Делающийся Всем Наподобие Актеров Постоянно Переменяющий Речи А Это Есть Свойство Ума Непостоянного И Чуждого Тем Которые Служат Камню Вопросы Ну вот Здесь Нужно Да Перебивите А камню Подразумевается Что Камню С большой Буквы Камню Христу А все Спасибо Тут Надо Разделять Кустословия Шутки Стабрезные Речи Шутки Уместные И чувство Юмора Есть Есть Категории Людей Которым Чувство Юмора Несвойственное Их Жалко По своему Они Какие-то Обделенные Кажется Супер Суровые Такие Здесь Не об этих Шутках Нам Началось Говорить Потому что Иногда Своевременная Шутка Или Когда Какая-то Конфликтная Ситуация И Нужно Ее Сгладить Как раз Юмор Иной раз Помогает Избежать Этих Конфликтных Ситуаций Поэтому Нужно Разделять Шутку И христианину Свойственно Кротко Улыбнуться Не быть Суровым Если Ярое Око Икону Нарисует Христа Такого Совсем Как говорится Конечно Господь И страшен У Него Именно Но В то же Время Он и Умнее Стих Я думаю И у Него Было Чувство Юмора В Ветхом Завете Не знаю Я всегда Привожу Это В пример Когда Язычники Взывали К своему Богу И поспорили Чей Бог Жертву Принят Что Бог уснул Может быть Он В пути Он По настоящему По нашему Стегал Над Ними Шутил Подтрунивал Подшучивал Но тем самым Он прославлял Бога своего А их не Поздравлял То есть Высмеять Еще Нужно Тоже Уметь Высмеять Грех Чтобы Грешник Действительно Над собой Посмеялся Это Талантом Тоже Нужно Обладать А так Можно Так Пощутить Что И Лучше бы И не Шутил Человек Высмеять Высмеять Свой Порок Свой Грех Это Басни Крылова Очень Хорошие Прям Я Улюбился Читаешь И Видишь Себя Свои Пороки Высмеиваешь Самого Себя Через Зверей Выписали Намучим Ленивец И Получишь Муравья Действительно Думаю Для Черника Угна Тихонич А что тут добавить Ты все сказал Ну Я Когда был Собирали Здесь Представители Разных Религиозных Кругов Я думаю Я вот это скажу Об экстремизме И выходит Доктор Юридических Наук Сорокин Виталий И говорит Как Будто бы Я стою Мне говорит Тоже и неч Я вышел Совсем Мало Я сразу Нашел Телефон Стал Звонить Через Алтайский Государственный Университет А он Говорит А у меня 12 томов Открыты Моком Зря Разве На полке Стоят А он Ходил Купил Эти книги Оттуда Все Взял Я Что могу Забрать Когда вы Сами Считаете Книги Передаете Дочно Может быть Досчитать Это Священническое Покаяние Или Как раз Время Есть Как Смотришь Вы До Куда До Седьмого Засчитали Седьмое Вот Ну Давайте Еще Седьмое Ну Сейчас Тогда Сейчас Я Это Ударю И Вот Сейчас Сейчас Седьмое Сейчас Мы Это Сделаем Пятое Шестое Седьмое Восьмое Он Кается Священник Крестил Людей Не Обратившись От Всего Сердца К Богу Крестил Тех Без Длительного Многомесячного Научения Крестил В кавычках Мощением Проводил Мокрой Ладонью По волосам Головы Вместо Полного Погружения Каюсь Во всем Этом Был Как Разбойник И Пират С чем Он Тверждал Их В мертвом Состоянии Мнимой Веры И Таким Образом Обманывал Оставлял Людей Без Веры Подталкивали Их погибель И думаешь Что они Крещеные Они умирали Некрещенными Вот ужас В чем Весть Их вернуть Нельзя Матфея 23.13 Горе вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Затворяете Царство Небесное Человеком Ибо Сами Не входите И Хотящих Войти Не допускаете Матфея 23.15 Горе вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Обходите И море И сушу Дабы Обратить Кого Хотя Одного И Когда Это Случится Делайте Сыном Гиены Вдвое Худшим Вас Тогда Не Было Дворкина Сегодня Нужно Прямо Включить Его Суда И Я Этому Сумасброду Верил Дворкину Я Ссорил Людей Они Никого Не Могут Обратить Они Придумали Миссионерские Отделы Я Участвовал В них Их Не Может Быть Это Обман Сатаны Дело Миссии Принадлежит Только Духу Святому Каюсь В этом Девятое Не Занимался Главным Своим Делом Ежедневным Научением Людей Истинно Православной Вере Так Как Сам Так И Не Познал Что Такое Есть Православная Вера Считая За Веру Богослужение И Исполнение Треб И Обрядов Каюсь В этом Отче Святые Прости Мне Мои Согрешения Второе Тимофеев 4.2 Проповедуй Слово Настой Во Времени Во Время Обличай Запрещай Увещевай Со Всяким Долготерпением И Назиданием Я Ничего Этого Не Делал Малахи 2.7 Ибо Уста Священника Должны Хранить Ведение И Закона Ищут От Уст Его Потому Что Он Вестник Господа Саваоф А я Всегда Думал Ко Мне Пришли А Знать Ничего Не Знаю Я Даже Христианином Не Достоин Называться А Стал Называться Батюшкой Горе Мне И И 2.8 Священники Не Говорили Где Господь И Учители Закона Не Знали Меня И Пастыри Отпали От Меня И Пророки Пророчествовали Во Имя Ваала И Ходили Во След Тех Которые Не Помогают Каюсь Я Не Научился Сам Правильно Совершать Крестное Знамение И Тому Не Учил Других О Небрежном Махании Руки Бесы Радуются Говорит Святой Иоанн Златоуст Сначала Нужно Совершить Крестное Знамение Донося Руку Долба Задеть Не В воздухе Шрево Задеть Чтобы Оно Почувствовало И Право И Левого Плеча Чтобы Почувствовали Только Затем Нужно Поклониться Так Чтобы Рука Могла Достать До Пола До Земли Каюсь В Этому И Мои Прихожане Не Знают Как Креститься Каков Поп Таков И Приход Каюсь В Этому Окаянный Грешник И Десятое Брал Деньги Назначал Цены За Таинство Молитвы Требы Михея 3.11 Главы Судят За Подарки И Священники Его Учат За Плату И Пророки Его Предвещают За Деньги А Между Тем Опираются На Господа Говоря Не Среди Ли Нас Господь Не Постигнет Нас Беда А Это Самая Настоящая Симония Смертный Грех Симона Волхва Как Я Виновен В Этому Отче Прости Меня Чтоб Я Не Умер Здесь Матфея 10.8 Больных Исцеляйте Прокаженных Ощищайте Мертвых Воскрешайте Бесов Изгоняйте Даром Получили Даром Давайте И 11. Покаяние Допускал Или даже Благословлял Торговлю Храме В притворе В церковной Ограде И Иоанна 2.15 И Сделав Бищи Зверех Выгнал Из храма Всех И Ремес 7.11 Не Соделался Ли вертепом Разбойников В глазах Ваших Дом Сей Над Которым Нарещено Имя Мое Вот Я Видел Это Говорит Господь Матфея 21.13 Дома Молитва Нарещется А Вы Сделали Его Вертепом Разбойников Это Все Нас Касается Очи Из И И 28.16 От Обширности Торговли Твоей Внутреннее Твое Исполнилось Неправды И Я не Извернул Тебя Как Нечистого С горы Божьей Изгнал Тебя Херувим Осеняющий Из Среды Огнистых Камней Это Все К нам Относится И Двенадцатое Принимая Исповедь Разрешал Все Грехи Даже Самые Тяжкие Бездожные Длительные Эпитемии Как Определенно Соборными Канонами Отнимая Этим У Человека Возможность Истинно Раскаяться Запечатывая Его В состоянии Греха Утверждая Во вседозволенности Показывая Ласковое Преступность Исходительное Отношение К греху Словом Экономия Я тоже Говорил Конфессии Динаминации А этот Дьявол Прикрыл Такими Словами Слово Ересь Когда Мне Говорили Что В Библии Нет Слова Православное Я не знал Что Ответить А нужно Было Сказать Православными Стали Называться Тогда Когда Появились Еретики Кто Не подписывается Православных Христианин Это Все Еретики Еретики Они Неправильно Славят Бога Утверждая Вседозволенности Показывая Ласковая Преступность Исходительное Отношение К греху Или наоборот Невниманием К духовным Нуждам Равнодушием Или своим Непристойным Поведением Отталкивал Человека От церкви Прости Меня Святые Очи 1 Тимопеев 4 12 Будь Образцом Для верных В слове В житии В любви В духе В вере В чистоте Иезекииля 34 21 Так как вы толкаете Боком и плечом И рогами своими Бодайте всех слабых Доколе не вытолкните их Вон Иезекииля 33 8 Когда я скажу Беззаконнику Беззаконник Ты смертью умрешь А ты не будешь Ничего говорить Чтобы предостеречь Беззаконника От пути его То беззаконник тот Умрет за грех свой Но кровь его Взыщу от руки твоей Сафония 34 Пророки его люди Легкомысленные Вероломные Священники его Оскверняют Святыню Допускают всех До причастия Попирают закон Сафония 34 И 13 После серьезных грехов Допускал человека К причащению Толкая его На иудин грех На прямую погибель Допускал К причастию Явно нераскаянных Грешников Не готовых Стать участниками Вечери Господней 1 Коринфянам 11.30 Оттого Многие из вас Немощны И больны И немало Умирает Я насаждал Неправильное отношение К причащению Главное Причаститься И чаще И тем самым Принижая Значение Таинства До обряда Механического Условия Спасения Будто это Важнее Чем жизнь Во Христе Или оправдывал Такое отношение К таинству Си Условиями Времени Экономии Изеки 22.26 Священники Ее нарушают Закон мой И оскверняют Святыни мои Не отделяют Святого От несвятого И не указывают Различия Между чистым И нечистым И от суббот моих Они закрыли Глаза свои И я Уничижен У них 14.26 Совершал Таинство Брака Над неверующими Повинуясь Духу Времени Сознавая Что зачастую Людей Привлекает Красота Обряда Без Без осознания Сути Этого Таинства И ответственности Перед Богом Не зная Приходящих Нередко Венчал Уже не раз Венчанных При живых Их Женах Иначе И быть Не могло Если церковь Сделали Проходным Двором Виновен Я отче В этом Виновен Римлянам 7.3 Посему Если при живом Мужи Выйдет за другого Называется Прелюбодейцею При живом 1 Маковей 2.12 И вот Святыни Наши И благолепие Наши И слава Наша Опустили И язычники Осквернили Их 15. Для людей Фактически Неверующих Ради денег Совершал Бессмысленные Требы Освещения Домов Машин Магазинов И так далее Воспитывая В них Потребительское Отношение К церкви Не проповедовал Покаяние И веру Во Христа Заперев Этим Для них Врата Царствия Небесного О, Как я Виновен В этом Во все Свои годы Священничества Помилуй Меня Божий Ты Святый Очень Разреши Меня От греха Сего Матфея 23.13 Горе Вам Книжники Парисеи Лицемеры Что затворяете Царство Небесное Солом 105.35 Не смеша Но смешались С язычниками И научились Делам Их Дальше Уже Шестнадцатое Я выполнил Все Или Досчитать Так Ну Давайте Дочитывайте Шестнадцатое Воспитывал Теплохладное Отношение К вере По такая Мирским Привычкам Мнимых Православных Нарушение Поста Неприличная Одежда Косметика Курение Пьянство Бродобритие Участие С язычниками В их Праздниках И так далее Благословлял Детей На участие В безбожных Утренниках Во время Постов Посещение Театров И цирковых Представлений О, как я Виновен В этом Во всем Матфея 18.6 А кто Соблазнит Одного Из малых Сих Верующих Меня Там Лучше Было бы Если бы Повесили ему Мельничный Жорнов На шею И потопили его Во глубине Морской 17.6 Позволял Женщинам Ходить В храм Мужской Одежды В брюках В коротких Юбках С разрезами На них С непокрытой Головой С косметикой В украшениях Серги Цепочки И прочее Благословлял И в таком виде Даже подходить К святой чаше Больше Я беззаконник Из беззаконников Что мне Теперь будет От Бога Второзаконник 22.5 На женщине Не должно быть Мужской Одежды И мужчина Не должен Одеваться В женское Платье Ибо Мерзок Пред Господом Богом Твоим Всякий Делающий Сие 18.6 Смысл Духовной Жизни Посомок Сводил К частому Посещению Богослужений Частой Исповеди Частому Причищению Вот этим Я занимался Всю жизнь Чаще Исповедуйтесь Чаще Причищайтесь Неблагоговейно Формально Совершал Богослужения Стараясь О внешнем Благолепии И не заботясь О духовном Состоянии Прихожан Нанимал Безбожных Артистов Для хоров Матфея 23.27 Горе вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что уподобляетесь Окрашенным Гробам Которые Снаружи Кажутся Красивыми А внутри Полны Костей Мертвых И всякой Нечистоты 23.14 Матфея Горе вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что поедаете Домы Вдовы Лицемерно Долго Молитесь Зато Примите Тем Больше Осуждения 19. Не осознавал Своего положения Предстателя Молитвенника За людей Не научился Молиться Горячо И сосредоточенно Конкретно Своими словами А все повторял Только чужие слова Трафаретно Грубо понимал Отношения Человека К Богу Из-за этого Не смог И других Научить молиться Согрешил Отсутся Страха И равнодушием К Богу Откровением 3.15.16 Знаю твои дела Ты ни холоден Ни горяч О, если бы ты был Холоден или горяч Но как ты тепл А не горяч И не холоден То извергну тебя Из уст моих 20.16.17.17 Отпевал Неверующих Самоубийц Умерших Во грехе Беспокаяние Во время Запоя Отпевал Всех Без исключения Лишь бы мне сказали Что умерший Был крещен А как крещён? Мне безразлично. Этим я всевал в души людей страшный соблазн, что будто бы можно спасти из-за вечности. Живи, как хочешь, лишь бы только родственники тебя отпели во храме. Это есть языческо-шаманское представление о Боге, как обыдали. Белый магизм. Лука 16, 26. 21. Боялся епископа больше, чем Бога, выполняя неблагочестивые указы, смиряясь с несправедливостью, ложью, не сверял его приказания со Святой Библией и с канонами, не обличал сыновним почтением беззакония епископа, молчанием содействовал его гибели и увеличению беззакония в церкви, из-за боязни потерять место, жалования, быть переведённым на другой приход, где совсем мало дохода. Деяние 20, 29, 30. Ибо я знаю, что по отшествии моём войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить привратно, дабы увлечь учеников за собою. Иеремея 23, 11. Ибо пророк и священник лицемеры. Даже в доме моём я нашёл нечестие их, говорит Господь. Малахия 1, 6. Сын, щит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь свого вам, священники, бесславящее имя моё. 22. Проповедовал не послушание Христу по Святой Библии, канонам и Святым Отцам, а послушание духовнику, священнику и епископу. Даже если их поступки и речи явно не соответствуют Писанию и канонам Церкви. Зная, что правящий архиерей, сторонник экуменизма, продолжал поминать его как настоящего епископа, хотя по канонам он давно уже еретик. Знал, что патриарх наш участвует во Всемирном Совете Церквей, этом прообразе Церкви Антихриста, Сатанинской Синагоги. Не обличал его и не обличал Синод, ввергающий всех доверившихся им в противоречие с основными канонами Церкви, категорически запрещающему молиться с еретиками, дабы не наследовать ту же участь. 2 Иоанна 1, 11 «Ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Деяние 20, 26, 28 «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что счастье от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию, всю. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пости Церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью Своею». Тут написано «Дух Святый». Я с одним беседой по интернету, он говорит, а почему вы говорите «святой»? Я говорю, так это по-русски. Нельзя так, только «святый». А почему «святой»? Так а «святой» это вот спираль свернутой, «святой» перекрутить. Я говорю, тут нет никакой веревки. Иеремия 5.31 «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют посредством их, и народ мой любит это». Что же вы будете делать после всего этого? 23 «Равнодушно относился к погибельному состоянию души собратьев-священников, не помогая им кротким обрещениям раскаяться в корыстолюбии, приспособленчестве, пьянстве, безбожьем поведении, равнодушию к спасению людей, находясь сам в таком же пагубном состоянии. Не трубил тревогу, что церковь все еще пребывает в нераскаянном состоянии. Находится под проклятием патриарха Тихона, который нафимат стал всех, кто будет сотрудничать с врагами церкви Христовой. Декларация митрополита Сергия Строгородского бросила всех, признавших эту предательскую декларацию, в объятия гонителей. Наступило подлинное прелюбодейство церкви с необрезанными халдеями. Соглашался сотрудничать в органах КГБ, доносительствовал на собратьев своих, открывал тайны и тайну исповеди. Каясь я в этом беззаконии». Иезекииля 16.25 «При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножила владедеяния твои». Яков 4.4 «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». 1 Иоанна 2.15 «Не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей». Нераскаянность в принятии той декларации ставит признающих ее вне церкви, как заставляющие отказаться от всех умущенных безбожней сатанинской людоедской властью, и заставляющие называть сынов церкви врагами и уголовниками. Матфея 18.6 «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мирный шижерном на шею и подтопили его в вине морской». Исайя 28.7 «Но эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры. Введение ошибается, в суждение спотыкаются». Еремия 2.26 «Как вор, когда поймают его, бывает остромлен. Так остромил себя дом Израиля. Они цари их, князья их и священники их, и пророки их, все осквернили себя. Это мы такие очень святые». Псалом 30.16 «В твоей руке, дни мои, избавь меня от руки врагов моих, отгонителей моих. Иначе сбудется на мне сие, Малахия 2.2. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Аминь». Стихотворение представил я тут. «На утренней заре духовной жизни я возлюбил учения Христа и мыслью и сердцем умиленным в те грубые бесправия времена. Один Христос смягчал людское сердце. Он юного меня учил любить, труждающихся всех обремененных, чем был бы я на старости, как знать, когда в те дни евангельское слово не снизошло мне в сердце благодать жемчужников. Это не мое стихотворение. И на этом все. Вот так. Слава Господу! Надо бы как-то отпечатать и батюшкам подарить. Они не знают, в чем каяться. Каяться в грехах, которые не совершали. И при любое деянии, и скотоложество. То есть он не грешен в этом, но его заставляют, он молотит языком на исповеди. Как и мы, он такой же. Ну, я вам можно еще на эту тему стихотворения прочту? А кого спрашивают? Ты хозяин, ты никого не спрашивай. Куда дедутся-то? Пускай слушают. Покаянный канон священника. От имени священника тоже, как вы читали, такое стихотворение. Господь, прости, я пастырь никудышный, Тебя всем сердцем, Боже, не любил. Твой голос для меня был чуждым, лишним. Овец Твоих я голодом молил. Я слов Твоих избитых не слушал. Овец Твоих в неведении держал. Грехи народа с жадностью я кушал. И слова Твоего я им не дал. О, как мне быть? За каждую овечку, что потерял, Ты спросишь ведь с меня, Да где ж ее найти? И днем при свечке мне не сыскать ее. Прости меня. О, Боже милосердный, грех мой тяжек. Я волком был, овец Твоих губил. Но ты, и савла сделал Павлом даже, Ты волка лютого в овечку превратил. И я был волк. Был волк в овечьей шкуре, Себя за кротку и овечку выдавал. О, Господи, прости. Я Твое имя всу и без надобности часто призывал. И вот к Тебе взываю, Боже правый. Я сына Твоего всем сердцем полюбил. Во имя же Христа прошу и уповаю на то, Чтоб Ты меня, мой Бог, простил. Аминь. Так, молимся. Светися, светися, новое июнь старимя. Слава Бога, Господня, на Тебе босия. Ликуй ныне, веселись о силаме. Ты чистая красавица, Богородица. А встанье Рождества Твоего. Аминь, Иосиф Игорь Михайлович. Любящий наш Отец Небесный, Мы пристали перед Твоим величием с великой скорбью, Как далеко мы уходим от Тебя, не зная Писания. И помилуй наших пастырей, священников, Дай им истинное раскаяние по слову Твоему, Дабы не было среди нас опоздавших, отринутых Тобою. Благодарим Тебя за живое слово, Которое Ты позволяешь нам считать И свидетельствовать другим о любви Твоей. И все наши тайные мысли о том, Чтобы родные наши пришли, И знающие Тебя, познали Тебя во всей полноте. Это все от Тебя. Слава Тебе. Помоги нам это исполнить. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Тебя, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Тебя, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух.